Добрый вечер, дорогие друзья! Всем шалом! Приятно видеть всех, кто решил провести время с пользой. И сегодня мы продолжаем наши занятия на тему секрет изобилия и хорошего заработка. На дворе Порошат Ваикра, и это очень интересная глава, которая рассказывает о выходе из Египта. И мы знаем, что есть у нас такая фраза наших мудрецов, которые говорят Чтобы ты помнил все дни своей жизни о выходе своем из Египта. Напишите, как видно, как слышно. И вот эта фраза Чтобы ты помнил о выходе из Египта все дни жизни твоей, она относится не только к тому, что мы постоянно должны помнить о том, что мы, наш еврейский народ, вышел из Египта, но это означает и то, что мы постоянно сами должны выходить из нашего Египта. Шалом из Москвы, пишет Дима. Шалом всем. Шалом всем, кто к нам присоединяется. Спасибо всем, кто решил проводить время с пользой. Напишите, как видно, как слышно. И то, что говорят нам наши мудрецы Чтобы ты помнил все дни жизни своей о том, как ты вышел из Египта, это относится к нам постоянно. Что это означает? Что мы должны постоянно думать о том, как мы можем выйти из нашего Египта. Какой у нас есть Египет? Страх, обида, разочарование, неуверенность. Все это называется Египет. И наша задача каждый день, каждую секунду выходить из страхов, обид, разочарования, неуверенности и постоянно через это приближаться к Творцу. Это одно из пониманий вот этой фразы, чтобы ты помнил постоянно о том, как ты вышел из Египта. Даниэль пишет, все хорошо, отлично. Я рад, что меня хорошо видно, хорошо слышно. И мы начинаем наш урок. Написано в Торе Кув Цадик Гиммел 193. У Раби Нахмана все, что написано в Ликуте-Муаран, сборники его бесед со своими учениками, который опубликован, сборники, которые читают многие евреи, очень великая книга Ликуте-Муаран, там, в Торе, там есть это все разделено на Торы. Торы это как бы учение. Учение первое, учение второе, учение третье и так далее. И там в учении номер 193 говорится очень важная для нас вещь, которая касается нашей цели, которая касается изобилия и которая касается заработка, парносы. И вообще касается достижения любых наших целей и задач. Говорится там так. Это примерный перевод, который я сейчас привожу. Вольный мой перевод. Знай, что у мысли есть большая сила. И если человек усилит свою мысль по отношению к любой вещи в мире, таким образом, он может повлиять, что так и будет. И даже если он очень усилит свою мысль, чтобы у него были деньги, конечно же, они у него будут. И так с любой вещью. Только нужно, чтобы мысль была с аннулированием всех ощущений. Это пишет Раби Нахман. И что означает аннулирование всех ощущений? О чем вообще говорится? Вот это цитата, которую я сейчас привел, что мы можем получить то, что мы желаем, но мы можем это получить, когда мы концентрируемся на том, что мы хотим. Максимальная концентрация на том, чем мы хотим. То есть наши мысли постоянно направлены на один предмет. И кроме того, что когда человек об этом думает, то он не распыляется, он не концентрируется одновременно на нескольких вещах. Одна вещь, и ему ничего не мешает думать об этой вещи, концентрироваться на этой вещи, представлять, что эта вещь, он хочет ее получить для приближения к Творцу. И вообще проблема у многих людей в нашем поколении, на мой взгляд, это то, что человек постоянно распыляется. Фейсбук, Инстаграм, Ватсап. Посмотрю, что там написано, посмотрю, что пришло с мейла, посмотрю, что пришло с Инстаграма. И уже время прошло. И у человека получается, даже когда он идет, что-то делает, он одновременно думает, а что я буду делать завтра, а что, если же нас скажет так, а что, если произойдет вот то-то, если что, мне откажут, и так далее. То есть постоянно человек находится в мыслях о том, что же происходит там, что происходит там, что мне делать с этим, что мне делать с другим. И у него нет концентрации на одной мысли. А тут Рабин Ахман нам говорит, что если ты хочешь получить что-то, тебе нужно сконцентрироваться, максимально сконцентрироваться на этом, максимально направить свои мысли, представить хорошо, что ты хочешь. И если у тебя есть четкость в понимании, что ты хочешь, а четкость, нам говорят наши мудрецы, это то, что нам дает достижение цели. Ирина пишет, но ведь и двигаться тоже надо, дело для того, чтобы деньги, и тогда Творец поможет. Конечно, конечно, но все начинается с того, что мы видим цели. Автомобиль, он не может ехать без того, чтобы знать, куда он идёт. Если он просто едет, то он может приехать не туда. Как я недавно слышал выражение, не помню кого, что мы приставляем лестницу к стене, но если это неправильная стена, то сколько бы мы не пытались по этой лестнице подняться, то это нам не даст желаемой жизни. Нужно вначале выберить правильную стену и потом тогда подниматься по лестнице. Ирина пишет, даже вору помогает Творец, он выбирает гравить, окей, говорит Творец, помогу тебе. Да, если у вора есть вера в Творца, и вор просит у Творца, пожалуйста, помоги мне, я только на тебя полагаюсь, тогда, говорят наши мудрецы, как есть посуг в Таилим. То есть много препятствий у злодея, а праведник, который полагается на Творца, его окружает милосердие. Да, и объясняют наши мудрецы один из комментариев интересный, что можно прочитать так, что что если читать это так, как бы с середины фразы, то получается, что даже человек, который не соблюдает заповедь, заповедь, злодей, но полагается на Творца, такого человека окружает милосердие Творца. Но мы должны знать, что если человек, если человек, во-первых, доходит до такого уровня, что он может полагаться на Творца, по-настоящему полагаться, имеется в виду настоящий бетахон, не просто он говорит, а он по-настоящему полагается на Творца, что обычно у злодеев, у воров такого нет вообще. То есть это говорится как исключение из правил. Но если вдруг получается, что у вора, у злодея появилась такая уверенность в Творце, то Творец ему дает то, что ему нужно. Понятно, что это не всегда, но может такое быть, если у него очень высокая уверенность в Творце. И, по-моему, если я не ошибаюсь, есть такой комментарий, что имеется в виду, что это, в принципе, человек достаточно праведный, просто в какой-то момент он пошел не тем путем, и у него остался еще бетахон, еще уверенность с прошлых его действий. И он, после того, как он это сделал, он возвращается опять к Творцу. То есть человек, который не соблюдает заповеди, у него не может быть настоящего бетахона. И даже если человек своровал и Всевышний ему помог, потому что таковы законы природы, в основном Всевышний тому, кто полагается на него, помогает, все равно в будущем мире этот человек получает за это последствия. То есть написано, не воруй, человек своровал, в будущем мире все равно получает то, что ему полагается. Итак, что же у нас получается? У нас получается очень интересная вещь. У нас получается, что человеку для того, чтобы получить то, что он хочет, для того, чтобы приблизиться к Творцу, да, потому что мы все хотим для того, чтобы приблизиться к Творцу, для этого нужна четкость. Для этого нужно четко понимать, что же ты хочешь. И эта четкость, она должна быть не только на уровне разума, но и на уровне всего нашего мира, внутреннего мира. Пишет нам Ирина, безусловно, даже ворам помогает только Творец. Бывает так, что даже воры бывают очень верующими. Возьмем даже Мейероландский. Если бы не помощь Творца, он бы не стал, не смог стать таким. Я не знаю, кто такой Мейероландский, но я согласен с Ириной. Однако, пишет Виктор, конечно, человек, который делает против воли Творца, в будущем мире он получит все последствия такого поведения. Если в этом мире не получит, то тогда в будущем. И, дорогие друзья, мы пришли к тому, что нужно четкое понимание, что же мы хотим от жизни. Причем это понимание должно быть во всех наших частях. И тогда Всевышний нам дает эту цель. Что означает во всех наших частях? Человек может считать, что вот я хочу, например, заработать миллион долларов, да? Но при этом его подсознание говорит, нет, миллион долларов я не усилю, мне не полагается эти миллион долларов. Такой человек эти миллион долларов не получит и не заработает. Человек говорит, мужчина выходит на шедухи, и постоянно после каждого шедуха он говорит, нет, вот у этой ухо не такое, у этой глаз немножко кривой, у этой девушки характер не тот, то у этой девушки вот одно слово не так сказала. Что скрывается под этим поведением? С одной стороны, этот парень, мужчина, он говорит, я хочу, я так хочу жениться. Но с другой стороны, он же пять лет, десять лет не может жениться. Почему? Потому что у него есть другое желание. Его животная душа, его подсознание боится чего? Боится отвержения, боится, что вот эта девушка, которой он скажет, да, она хорошая, она та, которая им не нужна. Что с ней будет? С ним тогда будет она его отвергнет. Это будет очень больно, он же пережил эту боль, и он не хочет ее пережить еще раз, и поэтому его подсознание, его защищает от этого. Таким образом, он говорит, это не хочу, это не хочу, эту не хочу, не хочу никаких девушек. В результате, потому что боюсь, девушка, которая долгое время уже старается похудеть, и диету пробует, и разные способы, и то, и другое, и эта девушка тем не менее не может похудеть. Почему? Одна из причин может быть, что эта девушка боится близости с мужчинами, потому что она уже что-то пережила в своей жизни, связанное с близостью с мужчинами, что было для нее травмой, или она от своей подруги, хорошей подруги слышит, которая уже третий раз вышла замуж, ой, эти мужчины, они на самом деле не любят, они нами только пользуются, и вообще они плохие, и так далее. Она это слышит, и она в подсознании, в своей животной душе, она боится, что с ней произойдет то же самое, если она похудеет, и поэтому она не худеет. Это один из примеров, это может быть десятки причин. Ирина пишет, даже если возьмем свободу, если человек не знает, что делать со своей свободой, он не справится, получив свободу. Нужно, безусловно, определить для себя, чего именно ты хочешь. Да, я говорю о том, что нужно не только определить мозгу, но это желание, это ощущение, это четкость, она должна находиться во всем нашем теле, в каждой нашей клеточке, и тогда Всевышний нам это дает, и тогда человек это получает, и тогда наше подсознание ведет нас к нашей цели. Так сотворил мир Всевышний. И мы поняли, что когда у нас есть противоположное желание, мы не можем достичь нашей цели. Потому что два желания, когда у нас в нашем мозгу, то невозможно, когда один тянет направо, другой тянет налево, прийти к нашему заветному желанию. Это в том случае, если это заветное желание долго не исполняется, все время есть какие-то помехи. Прошу прощения, я немножко простужен. Сейчас холодные дни в Иерусалиме, это влияет. Я хочу предложить вам сейчас, в оставшиеся несколько минут, упражнение, которое поможет нам внести четкость в наши, в нашу природу, в наше подсознание, в наши части. Кто хочет сейчас сделать упражнение, напишите единичку. Кто хочет сделать упражнение, напишите единичку. Кто не хочет, напишите нолик. Те, кто хочет, уже может приготовить листочек, ручку и делаем это упражнение, те кто не хочет, можете тогда выйти из эфира, я закончу после этого упражнения, это упражнение, которое поможет вам с Божьей помощью четко понимать, намного более четче понимать, что вы хотите, и это понимание будет не только на уровне мозга, а и на уровне других частей, которые есть в нашем мозгу, которые есть в нашей личности, да, говорят, например, Бернс, известный психолог, пишет, что у человека есть внутри родитель, ребенок и взрослый, Алейшур, Раф Вольбе, Раф Шома Вольбе, великий мудрец Торы прошлого поколения, пишет в своей книге Алейшур, что у человека есть внутри, и то, та личность, когда он был ребенком, там, трехлетним, и когда он был шестилетним, десятилетним, шестнадцатилетним, у нас внутри есть много личностей, и поэтому, если я говорю, я хочу изучать Тору, купить машину, заработать миллион долларов, приблизиться к Творцу, все это, когда мы говорим, это мы говорим из того состояния, в котором мы сейчас находимся, но у нас есть и другие состояния, и если они не хотят того, что мы хотим, то, что хочет наш мозг, то это нам мешает двигаться к цели. Как донести и до других частей то, что вы хотите, об этом сейчас мое упражнение, напишите единичку, те, кто хотят это упражнение получить, так, вот единичка Ирина написала, так, почему-то у меня тут не перелисталось, я пока что прочитаю комментарии, если даже возьмем известных спортсменов, которые, выйдя из нищеты, стали миг-виллионерами, вдруг мы наблюдаем, что они снова стали нищими, потому как не справились с большими деньгами. Да, есть такое, человек не готов, считает себя недостойным и так далее. Так, значит, спрашивали про Тору, я вам советую спросить этот вопрос на Толдот.ру. Так, есть у нас две единички, только два человека, три, только три человека хотят упражнения, кто еще? Давайте так, если еще две единички будет, тогда я даю упражнение, если нет, мы заканчиваем на сегодня беседу, урок, и тогда, тогда в следующий раз с Божьей помощью будет упражнение полное. Значит, кто хочет упражнение, кто хочет упражнение, еще две единички, если будут, одна, значит, нужно четыре, одна единичка, значит, если будут, то, с Божьей помощью, я вам дам упражнение. Это полезное упражнение, простое упражнение, которое может вам помочь. Я думаю, что сегодня мы успеем начать это упражнение, я вам дам домашнее задание для серьезных. И в следующий раз, тогда, если мы сейчас начнем, то мы его продолжим. Спасибо всем, кто смотрит меня, кто проводит время с пользой. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, подписывайтесь на мою страничку Давид Плискин, там вы можете тоже задавать вопросы, Давид Плискин по-русски напишите, там находится, там находится интересная информация. О, пришла пятая единичка, хорошо, отлично, два раза они их поставили, хорошо. Упражнение, Наталья очень хочет упражнение, я рад, спасибо Наталье за ваш интерес. Итак, да, и для Татьяны тоже, сейчас упражнение, насколько мы успеем. Возьмите лист бумаги и возьмите ручку. Сейчас, пожалуйста, и вам нужно будет ответить на несколько вопросов. Александр, спасибо за ваше ожидание. На некоторые вопросы вы сможете ответить прямо сейчас, на некоторые вопросы нужно будет подумать, это будет домашнее задание. Влад насчитал шесть единичек, отлично, значит, я одну не увидел, но одна единичка была два раза, далеко от одного человека. Итак, первый вопрос, первый вопрос, напишите свою самую желанную цель в позитивном ключе и в настоящем времени, сейчас. Например, я хочу изучать Тору каждый день в течение часа, пяти часов, пяти часов, пяти часов, да, или я хочу заработать 250 тысяч долларов, точнее, я заработал, получается, в прошлом, да, 250 тысяч долларов, да, или я зарабатываю каждый месяц 10 тысяч шекелей, да, в настоящем времени то, что вы больше всего хотите. Оцените цель, которую вы больше всего хотите. Написали? Тогда следующий вопрос, следующий вопрос, на сколько баллов оцените вы хотите этого достичь, по 100-бальной системе, то есть я хочу изучать Тору 5 часов в день, сотню, я очень хочу, да, 100 это очень хочу, 0 это вообще не хочу. Напишите, на сколько баллов вы хотите эту цель достичь. Когда мы оцениваем, то мы даем нашим внутренним личностям, нашему подсознанию, нашей животной душе, понять лучше, на сколько и что мы хотим, да. Написали, да. Следующий вопрос, если это не 100, то напишите, почему не 100, и напишите, что не хватает, чтобы была оценка 100 баллов. Написали? Третий вопрос, третий вопрос. То есть до этого те вопросы, которые были, это все составило как второй, да. Значит, следующий вопрос, будем без номеров, каждый по-своему оцифрует. Следующий вопрос. К какому сроку я хочу достигнуть этой цели? К какому сроку? Я хочу изучать Тору пять часов в день к третьему марту 2020 года. С третьего марта я уже начал по пять часов учить Тору в день, да. Например, я хочу заработать 250 тысяч долларов к первому июню 2020 года. К какому сроку я хочу достигнуть этой цели? Значит, теперь у нас начинаются вопросы, которые вам нужно будет сделать уже до следующего раза. Сразу вы не сможете все написать. Я пока их продиктую и в течение недели я советую вам каждый день хотя бы немножко писать ответ на этот вопрос. Тогда у вас получится, как на еврейте говорится, берерут. Берерут – это четкость. Вот это четкость. В принципе, упражнение я назвал инструмент настройки четкости. Мы сейчас настраиваем четкость нашего желания на всех уровнях. На многих уровнях, да, не на всех. И это поможет нам это желание воплотить в реальность с Божьей помощью. Итак, следующий вопрос. Что я увижу, услышу? И почувствую, когда я достигну этой цели. То есть, вот, например, я сейчас нахожусь, предположим, на берегу моря. Да, и вы мне звоните по телефону и говорите, «Давид, где ты находишься?» Я говорю, «На берегу моря». «Ага, а откуда ты знаешь, что ты нахожешься на берегу моря?» Я говорю, «Ну, очень просто. Я вижу море. Я вижу песок. Я слышу звук моря, звук волн, звук чаек. И я чувствую приятный холод такой, приятное тепло, солнце. Я чувствую удовольствие от того, что я нахожусь на море. Я нахожусь на море». Точно так же и вы опишите, когда вы достигнете этой цели, или что вы уже сейчас представьте, вы уже в этой цели, как вы знаете, что вы там, или как вы узнаете, что вы будете там. То есть, например, когда говорится о Торе, что я вижу? Я вижу буквы Торы, я вижу себя, как я изучаю Тору. Я вижу людей, которые вокруг меня изучают Тору. Я вижу мою жену, которая подходит ко мне и говорит, «Какой ты молодец, что ты изучаешь Тору». Я слышу ее слова, «Какой ты молодец». Я чувствую внутри удовольствие, я чувствую внутри удовлетворение, я чувствую внутри позитивные эмоции и радость. У меня получилось изучать Тору пять часов в день. И я слышу, что люди говорят мне, «О, ты молодец, ты учишь уже Тору так много времени в день, тяжело поверить». Вот это да, все позитивное, да, я представляю, что я вижу, что я слышу, что я чувствую. Следующий вопрос. На это действительно понадобится время, чтобы ответить. Что будет, если я не достигну этой цели? Если я не достигну этой цели, что будет? Это называется связь с болью. То есть, когда мы понимаем, что если я не достигну этой цели к назначенному сроку, то мне будет больно, то у меня будет неудовлетворение, здоровье мое ухудшится, у меня ухудшатся отношения с людьми и так далее. Посмотрите на все возможные сферы. Сфера здоровья, сфера семья, сфера работы, сфера хобби, отношения с окружающими людьми, отношения с Творцом, изучение Торы, молитва, уровень счастья общих, хобби, отношения с женой, с мужем, да, по всем параметрам, которые вы можете найти, посмотрите, что произойдет, если вы не достигнете, не дай бог, этой цели к назначенному сроку. И следующий вопрос. Что будет, это приятный уже вопрос, мы связываем себя сейчас с удовольствием, что будет, если я достигну этой цели в нужный срок? Что будет с моим здоровьем, что будет с моим внутренним состоянием, что будет с моим хобби, с отношением с Творцом, с изучением Торы, с молитвой? Что будет с моим уровнем счастья? Что будет с моими отношениями с женой, с мужем, да? Все напишите, все важные для вас области, напишите, что будет, что будет в этой области у вас после того, как вы достигнете желанной цели. И следующий вопрос, следующий вопрос. Я задам вам в следующий раз. Время подошло к концу. У вас есть достаточно сейчас домашнего задания. Подумайте об этом. Я еще даю вам домашнее задание. Для тех, кто действительно настроен на работу серьезную, представьте себя каждый день, хотя бы 5 минут. Сядьте, расслабьтесь, продушитесь немножко. Три дыхания, сделайте такой вдох-выдох глубокий. Расслабьте тело, чтобы никто вам не мешал. 5 минут. И подумайте и представьте о том, что у вас будет в жизни во всех сферах, когда вы достигнете желанной цели, и когда вы получите то, что вы хотите. Как будет проходить ваша жизнь? Как будет проходить ваша жизнь на всех уровнях? Представьте это. Сделайте такой, как бы внутри головы, такой мини-фильм такой, да? Что вы видите, что вы будете чувствовать, что вы будете слышать. Вот этот фильм крутите каждый день 5 минут. И я буду рад, если вы расскажете мне на моей страничке. Давид Плизкин на русском языке. Напишите мне или в личном сообщении, или напишите мне в комментариях там, что у вас произошло, что у вас изменилось к лучшему. Чем больше улучшений вы напишете, Всевышний все увидит, он это увидит в ваших хороших комментариях. Спасибо всем за внимание. Я всем желаю четкости, понимания ваших истинных целей. И будьте счастливы! Спасибо.